Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы в эфире АЛЛАТРА ТВ и мы говорим на тему создательного общества. У нас в гостях сегодня Олеся Тарасенко, которая, вдохновившись проектом Создательное общество, приглашает к нам все время очень интересных гостей. И сегодня у нас будет в гостях Сергей Комаровский. Это известный телерадиоведущий, это актер кино, это ведущий мероприятий, праздников и просто интересный человек. Посмотрим! Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте, милая Алиса! Не узнал себя на фотографиях. Здорово, да. Мне очень понравилось. Очень красиво получилось. Как-то да. И в контексте того, что про вас говорили, хотелось бы уже и первый вопрос задать. Ну вот так вот, без прелюдии, давайте. Вы известный человек, вы известный ведущий из самых ярких мероприятий. На ваш позитив, на вашу энергию равняются многие. А чем вы руководствуетесь и какими ценностями вы руководствуете в своей жизни, чтобы вот эту энергию позитивную нести в люди? Олесь, ну я не ожидал прямо сразу такой серьезный вопрос в лоб. Чем я руководствуюсь? Ну вообще, человек, который работает с людьми, он как минимум должен быть ну такой, знаешь, негнусавый, да? Все-таки что-то должно быть внутренне, какой-то стержень, которая дарит не просто радость, а заряжает позитивом. Наверное, это с молоком матери дано. Вот мне так кажется. То есть ты рожден для какого-то там пути жизненного, да? Я уже сразу начинаю там уходить в дебри. Знаешь, я очень много разными вещами в жизни занимался. Хорошими вещами, имеется в виду. Я искал там себя, где-то какие-то там работы, я всегда уходил от шоу-бизнеса, но какая-то кривая жизнь я все время выводила в это вот опять в этот шоу-бизнес, опять вот по эти истории. Заставила меня там учиться в театральном институте, хотя у меня уже было образование юриста. Я не знаю, как-то вот жизнь моя вот с этим позитивом меня постоянно сталкивает. Наверное, мы же с Богом договариваемся. Кстати, вы знаете о том, что мы попадая на эту землю, мы договариваемся с Господом всемогущим нашим, неважно какой конфессии мы принадлежим, даже может быть мы и не верим Богу, не имеет значения. Но мне кажется, что мы с ним договариваемся на предмет того, чем мы будем заниматься на земле. И вы знаете, откуда возникают несчастные люди? Которые нарушают эти договоренности? Абсолютно верно. То есть люди занимаются тем, чем надо. То есть это большое счастье, когда ты находишь себя в какой-то профессии, и ты получаешь от этого заряд энергии, эмоций, классно как-то. И можешь этим делиться. Знаешь, вот если тебе Буженька сказал, иди, будь пекарем, а ты всю жизнь стремишься идти в шоу-бизнес, но там не твое место, у тебя лучше всего будут получаться булки. Вот и делай их. Но вот как это найти? Это уже вопрос, конечно, риторический. Очень интересно. Вы вот говорите, и у нас вообще сегодня тема, у нас есть такой большой глобальный проект «Созидательное общество». И мы у всех людей интересуемся, в каком обществе они бы хотели бы жить, в каком обществе человек бы чувствовал себя счастливым, счастливым. Вот какие у него могут быть условия, вот какие эти основы, вот в каком бы мире хотели бы жить вы? Какое это может быть общество? Знаете, Анастасия, это тоже такой вопрос и объемлющий, и он не может быть однозначным. Я хочу жить в хорошем обществе, но это как бы недостаточно. Я скажу тебе так, к своим уже почти 50 годам я могу ответить тебе на этот вопрос следующим образом, развить его по критериям каким-то. Безусловно, очень важно, где родился, там и пригодился, потому что ты черпаешь крахмал картофельный с самого детства в груди, там, я не знаю, материнское молоко, которое впитано вот этой землей. Но что-то хорошее нужно постоянно брать вот из ближ, ближ, лежащих государств, вот и каких-то там государственных структур, других, так сказать, западных людей. Да. Так вот, мне бы очень хотелось жить в обществе, где уважает личность. Мне безумно хотелось бы жить в обществе, где дает возможность развиваться без каких-то шаблонных условий, где в обществе, где присутствует, безусловно, любовь, любовь и уважение к человеку. Это прежде всего, потому что уважение к человеку это та основа, основа, на которой залезается вообще государственность. На мой взгляд, уважение к человеку, живущему на земле, там, государству. Мне очень бы хотелось, чтобы мы взяли какие-то правильные примеры государственности. Вот в Великобритании, они безумно любят своих подчиненных. Мне очень нравятся некоторые законы и возможности двигаться в Соединенных Штатах. И самая лучшая страна, на мой взгляд, для жизни, это, конечно, Нидерланды. Вот это и есть показатель любви и уважения к человеку как к хомо сапиенсу в целом. Поэтому вот как бы создать вот эту вот радость вселенскую у нас в Украине, это, конечно, вопрос большой, очень сложный. Но вот какие-то модели общества мне бы хотелось сюда поместить. И тогда у нас все получится. На самом деле, наше общество, наше украинское, наша замечательная земля, она же рождает потрясающе уникальных людей. Во-первых, самые красивые женщины здесь. Вы же не будете со мной спорить? Нет, конечно. Самые умные. Посмотрите, какие умы рождают Черный квадрат Малевич. Малевич из Киева, Булгаков из Киева, Сикорский из Киева. Это украинские люди, которые знамениты на весь мир. Которые созидали очень много... Многие даже, наверное, не знают о том, что Малевич так являнин. Но я говорю в целом про Украину. И у нас есть все для этого. Но, к сожалению, какой-то стоит крест неправильной формы развития нашего молодого, замечательного государства. И люди ведь хорошие. И все у нас есть для счастья. Но что-то не получается. Я бы хотел, чтобы здесь немножко уважали личность. Личность и свободы. А если говорить вообще в мировом масштабе? Ну, вот вы говорите действительно про уважение, про любовь, что это основа. А вот что для вас вообще вот любовь и уважение в вашей жизни? Вот насколько это для вас вот важно и ценно? И как это проявляется вообще вот в вашей жизни? Кто-то сказал очень хорошее, правильное выражение, что мужчина без любви — это только наполовину мужчина. я думаю, что, вот знаешь, мне кажется, что любовь, она прививается, безусловно, только с материнством и с воспитанием. Если человек родился в семье алкоголика, его пинали ногами постоянно, унижали, он, вырастая, становится тем, кем он становится. А когда человек воспитывается в любви, он несет эту любовь и передает ее из поколения в поколение. Здесь воспитание самое главное. И для меня очень важно, чтобы меня в детстве любили. Меня влюбили в детстве. И это здорово. Понимаешь, мы на телевизоре, поэтому буду сдержанно говорить. Очень важно, чтобы человек, ребенок рождался в любви. Это очень важно. Не по пьянке в парадном, а именно в любви. И тогда вот это общество, оно будет плодиться такими людьми, которые источают только красоту и любовь. Это круто было бы, очень здорово. Поэтому я несу ее с собой с детства. Но я видел, как мама с папой не ругались никогда. Может быть, и не выясняли отношения, но при детях никогда этого не было. У меня еще два брата, младший и старший. Поэтому, мне кажется, все, что мы имеем в этой жизни, дается только с детства. Вот, собственно, и постулат любви. Все с детства. И несем дальше. Как-то так, я думаю. Да, спасибо. Очень отзывается вообще эта тема. Семья – это основа-основа. Это самое главное. И получается, что мы не можем говорить про воспитание наших детей, пока мы еще себя не воспитаем. То есть научиться вот действительно любить. Это личный процесс. Ты постоянно совершенствуешься. Если ты умный человек, через пять лет ты захочешь опять учиться где-нибудь, закончив какой-то вуз. Потому что постоянно нужно тренировать мозг и развиваться. Ибо без программы развития наступает программа смерти. Это очевидно. Человек не развивается, он деградирует. Поэтому пока ты жив, ты должен развиваться. И давать значительно больше, чем ты получил в детстве, своим детям. Чуть больше давать. И они так… Это же нарастающее. Это такой, знаешь, физико-математический клубок. Он постоянно увеличивается. Добро рождает добро. Любовь – любовь. Ну, а всё остальное, понятно. Пускай от корни не туда. Да, для того, чтобы развиваться, учиться новым профессиям даже, возможно. Вот как вы говорите, да, главное найти то, чем ты хочешь заниматься, да, и ты тогда раскроешься, например, в своей профессии сполна. Ну, тогда ты будешь кайфовать от каждого твоего рабочего дня. Хорошее слово, абсолютно верно. И это будет именно вот твоим… Ты не заметишь, когда ты работаешь, да. Найди свою работу по душе, и ты не будешь ни работать ни дня, как говорится. Ни дня не будешь ни работать, да. И вот интересно, вот в созидательном обществе мы поднимаем такие темы, что у нас в потребительском формате, как мы сейчас живем, у нас остаётся очень мало времени, ну, в общей так массе, если взять людей, они с утра просыпаясь бегут на работу, они решают дела. Нет, они с утра просыпаясь сразу открывают Инстаграм. Вот, там проводят минут 40, час, они теряют время непонятно куда. Потом едут на работу, работают, там тоже ещё как бы проводят время. И где-то к 7-8 вечера они приезжают домой, ну, делают свои бытовые дела, и у них не хватает времени для вот этого вот развития. Вот. И, Ласечка, вот можешь рассказать про идею, которую люди вообще поддерживают. Олеся, давай поддержим твою. Да, такая идея введения 4-часового рабочего дня 4 дня в неделю, когда у людей высвобождается время на то, чтобы он развивался, на творчество, на семью, на какие-то путешествия. Как вы относитесь к такому нововведению? Кстати, очень многие уже страны, в том числе вот скандинавские, они уже переходят на такой режим работы. Да, там другое отношение к человеку, я уже это сказал. Понимаете, девочки, вся проблема состоит в том, что, будем говорить честно, существуют некие люди, и это ни для кого не секрет, которые управляют этой замечательной землей. Все остальные, кто не имеет этой возможности, являются рабами. Мы рабы существующего класса. К сожалению, и я, и вот окружающие, дай бог, чтобы вы не такие были, мы все работаем на кого-то. Нужны молодые, здоровые, никому не нужны пенсионеры. Пенсионеры в этой жизни никому не нужны, потому что им нужно просто так платить деньги. Олигархи этого делать не хотят. Земля кому-то принадлежит в этой жизни, и это правда тоже. Она нам не принадлежит с вами, она принадлежит пяти, шести известным фамилиям. И поэтому, поэтому, там, где понимают, что процесс жизненный очень скоротечен, и кто-то начинает хоть чуть-чуть понимать о том, как важен человеческий фактор, безусловно, включаются крутые идеи, типа четырехчасового дня в день работы. Но в большинстве своем, к сожалению, это невозможно. Это может быть какая-то модель в очень таких вот точечных государствах, причем уже развитых, достаточно богатых, имеющих уникальные недра с нефтью, с газом. Невозможно. У нас это, к сожалению, невозможно. Какое бы я ни был, это не циничное выражение, но тем не менее, давайте смотреть честно. Ну, мы никому не нужны. Вы придете на работу, а ваш работодатель скажет, не-не, девочка, вы что, при всей вашей замечательной красоте четыре часа в день я вам буду платить полноценную зарплату. нет, нет, я возьму людей, рабов, которые будут работать по шесть, по восемь часов. Как вам такое? Если я веду диалог с работодателем и говорю о том, что я буду более эффективна, что у меня не будет там перекуров, чаепития, и я вам покажу эффективность, что за четыре часа я сделаю гораздо больше, чем за восемь часов, может быть? Если он умный, если ты будешь убедительна в своих речах, то возможно, да. Но чаще всего, вряд ли на завод человек, который, а кстати, есть еще заводы в Украине, они работают? Риторический вопрос. Вряд ли это человек, в большинстве, к сожалению, зачастую люди, приходящие на работу, отрабатывают четко, вот там, шахтеры, но нету шахтеров четырехчасового рабочего дня. Уважая глубоко, уважаемый труд, преклоняясь перед этими людьми, которые каждый день идут на смерть, но они не могут позволить работать себе четыре часа. Они должны кирками бить, как рабы, шесть, а то и восемь часов. Их засыпает, их потом вытаскивает оттуда в полусознательном состоянии, но они, тем не менее, каждый день туда идут. И вряд ли работодатель, где бы то ни было, в Канаде, в Америке или Украине, согласиться, чтобы шахтер работал четыре часа и платить ему? Нет. Не везде возможна такая модель. вот действительно, реалии сегодняшнего дня, реалии потребительского, вот такого формата, где думают только о себе, да, вот этот вот эгоизм всем. Конечно, в этом вся и беда, что каждый человек, вообще это хорошо думать о себе, но когда эта любовь превалирует к себе намного больше, чем вот умение брать и отсутствие давать, вот это самая большая беда. А вообще то, что сейчас смотришь на этих мужиков, да, которые там любуются с собой в инстаграмах, я тоже иногда выкладываю, но у меня в профессии с этим связано. Ну, я не занимаюсь там самолюбованием, я люблю писать смешные вещи, в том числе и о себе. Но когда вот это утром он просыпается, еще не успел почистить зубы, поцеловать свою жену, он уже лезет в инстаграм, ну разве это нормально? Ладно девушкам, девушкам прощаются. Мужчины так не должны делать, на мой взгляд, это неправильно. Если ты не занимаешься шоу-бизнесом, ты не должен быть в инстаграме. Сегодня все перевернулось, абсолютно с ног на голову, абсолютно все перевернулось. А как должно быть? Слушайте, мужик должен быть потный, вот как я, небритый иногда. Приходить домой, выкладывать деньги на стол и говорить, жена, я буду твоим работодателем, ты у меня не работаешь, ты у меня свободно, делай что хочешь, вот я зарабатываю деньги. А жена должна быть созидательницей. Вот я против того, мне очень нравится, мне очень нравится философия Востока. Там, где женщины не работают, вот они не работают, ну зачастую не работают, в богатых там Арабских Эмиратах и так далее. Это классно, это здорово, потому что женщина, по своей сути, она хранительница очага. Ну, мне так кажется. Нет, вы можете заниматься, там вести красивые программы, передачи, заниматься каким-то творчеством, что-то дарителю, но вот когда женщина пашет, приходит домой злая, от нее неприятно пахнет рыбой, это недолговечная история. Женщина должна все-таки нести любовь и цветы вот эти вот для мужчин. А мужчина должен в нормальном государстве достаточно зарабатывать, в нормальном государстве так и есть, обеспечивая свою семью. Вот это правильно. А не лезть с утра в Инстаграм и заниматься самым любованием. Вот вы говорите про то, что подменены вообще какие-то ценности. Абсолютно все переломлено. Перевернулось, да? Да, к сожалению. И какими вообще методами, какими способами можно вернуть, знаете, доброту в мир? Говорят, верните добро в мир. Вы знаете, я думал, пока ехал на эту программу, я думал, каким образом можно вернуть доброту и любовь. Вы знаете, вот как бы это ни цинично звучало, вот через коронавирусы можно вернуть доброту и любовь. Через войны можно вернуть доброту и любовь. Ведь мне еще моя прабабушка рассказывала, светлая ей память, о том, что после войны, где бы ты ни жил в бывшем Советском Союзе, люди даже двери не закрывали. Ты мог зайти в квартиру, попить воды, что-то съесть, люди не закрывали двери, потому что вот в этом проявлялось такое сообщеобъединенное в том, что это была истинно настоящая. То есть люди любили как-то друг друга, после войны стало жить ценнее, а сейчас люди занимаются, к сожалению, любовью больше всего к себе. И не умеют. Люди, которые очень себя любят, как правило, они эгоисты. Эгоисты не умеют отдавать. Вообще научиться отдавать это приходит только с ДНК. Если ты в детстве был все время, если ты себя не воспитываешь, я не буду брать детские эти глобальные истории, если ты себя не воспитываешь постоянно, если ты не окружаешь себя людьми, которые несут что-то правильное, доброе, вечное, щедрость – это большой дар Господня, потому что когда ты щедр, тебе точно дают в два раза больше. Проверь это. Девчонки, вот отдаешь, и падает откуда непонятно. Главное – не ждать ничего. Это очень важный нюанс. Нужно отдавать. Не каждый может это сделать. У нас потребительское общество, потому что мы только-только сбросили вот эти вот серые одежды Советского Союза. Знаешь, мы молодое государство. Очень много новоришек, которые где-то обманом заработали деньги. Очень много людей, которые живут большим обманом. И вот такие, к сожалению, сегодня на хороших, дорогих автомобилях, они вот несут какую-то свою философию. Я против этого. Надо все-таки уметь давать. У нас есть единственный олигарх в Украине, который при своих баснословных деньгах все-таки отдает. Вот обратите внимание на Илона Маска. Это уникальный человек. Такие люди рождаются раз в сто лет. Послушайте, Илон Маск – машина Тесла, она уже была в космосе. Он запустил собственный космический корабль. При этом он дает огромное количество траншев, денег на развитие науки. Он отдает столько денег, он обучает людей, он дает возможность развиваться. А наши? Посмотрите на них. У нас отбираются земли. Я не хочу о политике, я просто говорю о том, что есть. У нас жадные олигархи, они ничего не дают. Они просто воруют. Они, возможно, не знают, что такое отдавать, потому что они никогда не пробовали. Они просто из семей, где превалировала алчность и жадность. А поистине благородные олигархи, вот даже взять 18-19 век, это люди, которые содержали очень много вокруг себя людей, которым давали и работу, и развитие, и возможность зарабатывать. У нас примеры такие есть. Есть один человек, я не буду называть его, есть такой человек в Украине, я его глубоко уважаю, я не знаком с ним лично, но я вижу, что он делает. У него есть своя галерея прямо в центре Киева, на Бессарабке. Ты можешь туда прийти совершенно бесплатно, как это у богатых людей. Посмотри, он привозит безумно интересных художников, уникальных людей привозит, платит им огромные деньги, чтобы они привезли сюда свои какие-то выставочные истории. И мы можем Киевляне, гости Киева, Украины прийти бесплатно это посмотреть. Но разве это не? Он открывает больницы, я знаю какие, он платит докторам деньги. У него свои телеканалы, где он платит очень хорошие деньги своим сотрудникам. Вот я за таких олигархов. И тогда вот такие олигархи рождают возможность и развития, и инноваций каких-то. Как-то так, мне кажется. Но это интересно, то, что вы говорите, да, например, про высокий класс человека социального статуса. Ну если бог дал, ты должен отдавать, ну хоть к десяти, ну какой-то чуть-чуть совсем. Надо же отдать, ну сколько же можно набрать это? Ну, ребят, нельзя же быть. Вы же все не утащите с собой. Оставьте себе что-то доброе. Ведь самое страшное, когда о тебе забывают. Человек умер, о нем забыли. Вот это самый большой крах. Когда человека несут через века, и говорят, он был национальный герой, он защищал, он помогал. Пока живет о нем память, человек жив. Разве не об этом надо думать? Вот это и есть самое большое счастье, оставить себе хорошую память. И хорошие дела. Конечно, конечно. Да, и хорошие дела. Потому что мы рождены, как вы говорите, отдавать, да, и вы говорили про щедрость. И это начинается как с маленького человека, ну там обычного социального статуса. Да, у нас на каждом уровне, да. Но об этом нужно говорить. То есть когда человек никогда никому ничего не дарил, когда он никогда ничего не отдавал, когда он… Жадность порождает бедность, это основа основов. То есть нужно начинать отдавать. Вот Созидательное общество — это как раз о том, что я для других, я для общества. И я, например, понимаю, что я могу открыть в себе, например, такие там, да, и творческие возможности, и какие-то полезные. И когда я отдаю, например, обществу нечто полезное, я себя ощущаю просто, ну, на крыльях. Ну, вот это действительно… Я не могу с тобой не согласиться, абсолютно правильно говоришь. Это как бы идеальная такая история. Но, к сожалению, опять же, все же поглощает быт. Беда-то в этом. Беда в том, что люди голодают, и у нас в стране голодают, и нищих очень много. И отсюда вот-вот-вот это вот постоянное вот что-то потребление, так, где бы урвать, где бы забрать, больно отдавать, тяжело, особенно когда ты честно зарабатываешь, ты думаешь, нет, я придержу каждому свое. Я хотела поговорить о вашей профессии. Сейчас киноматография очень активно развивается в Украине. Да, это очень хорошо развивается. И вот в таком контексте хотела спросить, ваши роли в кино или фильмы, в которых вы снимаетесь, они несут образовательную такую роль для подрастающего поколения? Или они больше такие игровые, развлекательные? Я понимаю, о чем ты говоришь, конечно, мне очень здорово, очень приятно, что ты подняла вопрос в кино. Это очень важно, это актуально, это насущно. Я не буду говорить о проблемах украинских. Потому что сейчас они очень смотрят фильмы, и с удовольствием в кино. Когда у тебя приходят на то... Ну, люди, да, смотрят на это. Вы знаете, я совсем недавно, буквально на днях закончил проект, вы помните такого национального украинского героя, Алекса Добыш? Я сыграл Добыш, собственно. Вы даже видели, видели эти фотографии. Олес, я не знал вообще, кто это такой, до момента, пока мне не сказали, у тебя будет вот такая роль. Ребята, ну я скажу честно, это такой был замечательный человек. Кто-то говорит, что он был бандит, кто-то там говорит, защитник отечества и так далее. Он с поляками там боролся. Но у него такая глобальная история за ним, а ведь это был ого-го, какой года, какие года, 200-300 лет назад. И его до сих пор помнят, его экранизируют. Это национальный герой. То есть человек делал много доброго. Неважно, через что это шло. У богатых забирал, бедного отдавал. Робин Гуды были везде. Но он делал добро. Люди его вспоминают также с добром. И мне посчастлив... С точки зрения образования, я даже для себя понял, что это интересный человек. Потому что я слышал о Лекса Добуш. Добрый, я народы все в Украине, я там, разумею все. Я так заглубливался в информативную такую насущную историю. То есть кто и что. Мне неинтересно было. А тут, когда ты играешь героя, ты немножко пытаешься о нем узнать. Это нормально, это развитие. И я узнал, что это действительно был уникальный человек. И очень здорово, что я его сыграл. И тем самым, выходя на экраны, он даст возможность нашему молодому поколению, нашим детям, узнать немножко больше о национальных наших украинских героях. Это очень здорово, что мы снимаем наше украинское кино. Это здорово, это классно. Это так позитивно. У нас столько талантливых людей. Я ведь начал наш разговор с того, что наша Украина полна талантов. Нас просто давили очень сильно 75 лет советской власти. Понимаете, нас ставили в одни ряды и одевали в одни одежды. А мы только-только распахнули крылья. А мы еще молодые птенцы. И, к сожалению, очень много всякой беды навалилось в наше государство. Это как Чернобыль, развал Союза. И все-все-все вместе. Вот эти каши с президентами, революциями. Но при этом посмотрите на себя. Вы же прекрасные женщины. Вы прекрасны, потому что вы украинки. Я полагаю, что у нас все будет очень хорошо. Потому что только благодаря женщинам. Хорошая мысль. Почему у нас нет женщины к президентам? Мне кажется, мы бы жили по-другому. Как в Лондоне, как в Британии. Королева-мать. Я уже обожаю. Я подумал, что нам нужна женщина-президент. Я не намекаю там, боже упаси, на сбитых летчиков во власти. Вот известные там фамилии. Нет. Какое-то новое, интересное лицо, которое будет создать любовь и доброту. Это очень важный момент. Видите, мы с вами что-то хорошее открыли. Я бы хотела продолжить вашу мысль. У нас был в гостях Иван Степурин, издательство «Саммит книга». И он как раз презентовал книгу «Украинцы в Голливуде». Очень толстая такая книга. Как раз люди, которые делали историю Голливуда, а мы про них и не знаем. Это про то, что вы говорили. Вот очень бы хотелось, чтобы такую книгу про наших, которые здесь, актеры, работают. Алексей, я очень верю в это. Вы даже не представляете, ребята, насколько, девушка милая, вы даже не представляете, уважаемые зрители, насколько сильны украинские корни. На российской эстраде 73% украинских исполнителей. Мы не будем сейчас говорить о политике, мы будем говорить о фактах. 73% украинских исполнителей на российской сцене. В Голливуде играют известные всем нам корнями украинские актеры. Они живут давно уже в Америке, понятно. Мила, Мила, Мила. И Йовович. И Йовович в том числе. Да. И безусловно талантливые. И наша земля просто настолько щедро рождает во всей боли, в этих революционных эмоциях. Она рождает таких позитивных, таких классных людей. Но мы обречены на счастье. Я не пойму просто, почему мы так живем. Потому что, вот правильно ты сказала, мы не умеем отдавать здесь внутри себя. Здесь мы гнобим друг друга. Вот эта зависть, вот эта ухватка, вот это все. Как этого лишиться, я не знаю. Я долго думал, почему там американцы, мне жутко не нравится, почему американцы все время лыбятся. Мне казалось, это искусственная лыба. Ребята, я попал в Америку, в Калифорнию. Я там прожил две недели. Специально полетел посмотреть, что такое киноактерство. Потратил безумное количество денег и пообщался с американцами. Они улыбаются. Это у них нормальная физиономика. Но вы знаете, если ты падаешь где-нибудь, идя по улице, моментально подлетая, они говорят, ой, да, она пьяная или он пьяный. Нет, они подбегают, искренне помогают. Искренности, желание помочь. У нас не так много таких людей, к сожалению. Я не сильно так вот, как-то конвитивно, вот это все рассказываю, так, вон чижащий. Нет, мне просто очень хочется, чтобы люди меньше ругались матом. Мне очень хочется, чтобы люди злились меньше. А для этого необходимо, чтобы они были сыты, одеты и занимались своим делом. Это очень здорово. И у них были свободные границы. Мы люди свободные птицы, мы должны летать куда угодно. Но мы должны возвращаться сюда, потому что здесь наша материнская грудь. Как-то так, мне кажется. Вы прямо сейчас говорите действительно про модель созидательного общества. Действительно так должно быть. Это нормальные каноны библейские, не знаю, там, ну, те, кто... Это нормально, так нормальные люди живут. Вот почему у меня должны быть связаны руки, почему я должен там сидеть и не иметь возможности что-то сделать, полететь, что-то... Я, вы знаете, когда летаю за границу до этого гриппа, меня так тянет через неделю домой. Это безумие какое-то. Как бы я не любил там эти пляжи, отсутствие родной речи, я все равно, я стремлюсь домой. Это страшная история. Может быть, мои дети, может быть, когда я жил в Амстердаме, мне было 20 лет, меня не так сильно тянуло домой. Но сейчас мне безумно... Мне начинают сниться березы в моем дворе. Я... Каждое береза, каждое дерево сниться. Я не могу. Я хочу прилетать сюда с теми эмоциями, вот эти вот доброту, эту любовь, эту созидание, я там черпаю и вываливаю здесь. Возьмите только, рассмотрите это, пожалуйста, дайте возможность. И вот мне бы хотелось, чтобы каждый человек, все-таки возвращаясь сюда, нес что-то доброе, и как-то вот фундаментально его стелил надолго, чтобы этого хватало. А потом опять ехал туда, а потом опять возвращался. Но вот, к сожалению... То есть собрать в мире самое лучшее и построить... Это было бы идеально. Это было бы идеально, да. Вы можете себе представить такое общество, где... Где человек счастлив, и он знает, что сегодня не умрет ни от голода, ни от болезни. Где человек, который утром просыпается... Вот представьте, сразу у меня комната, у меня сразу работает вот это художественное мышление. Красивая белая комната, спальня. На ветру, там стоят ромашки у тебя на окне, да, у тебя болтается чистая занавес, которая незапыленная. Нет гари, шума, никто там не шумит, не орет. Ты просыпаешься в такой благочестивой обстановке, радостной, с душой, которая полна любви. Ты знаешь, что сегодня тебя ждет красивая работа. Ты приходишь на эту работу, ты кушаешь вкусные утром вещи. Тебя, не знаю, жена там или не жена, кто угодно, тебя кормит. Ты отправляешься на работу счастливо, возвращаешься. Тебе никто не материт по дороге на работу, в автомобиле или в транспорте. И вот начиная свое утро с доброты, его нужно и заканчивать это добротой. Вот этого добиться очень тяжело. Как это сделать, не знаю. Но это возможно. Вот так вы ответили на мой вопрос про идеальный день. Опередили меня. Да, да, Лиза, идеальный день, когда... Когда люди готовы тебе не мешать, это самая идеальная история. Вот не знаю почему, но почему-то... Когда была сейчас эта эпидемия... Еще раз говорю, господи, она унесла... Мы не будем говорить страшные эти новости, истории болезней и все остальное. Люди болеют. Это ужасно, конечно. Но когда было меньше людей, люди стали добрее в этот момент. Мне стало звонить много людей, которых я уже забыл просто на все. Ты как там жив-здоровый, знаешь, интересоваться начали. И опаньки, говорю, здорово-то как, а? Вы вспомнили про меня только потому, что случился вирус. Да, он как-то сблизил очень многих. Я узнал, кто у меня соседей за 45 лет жизни в одном и том же доме. Наконец-то они со мной поздоровались. Вот как-то здорово. Я у соседей мусор выносил даже. Она смотрит на мир и говорит, давай свой мусор, я иду, выношу мусор. Человек даже на этом уровне не верит своим ушам. Да нет. Я говорю, давай-давай-давай, я все равно иду туда. Вот как-то с таких мелочей... Сотка на нашу. Да, с таких мелочей мы начинаем жить так вот по-настоящему, как люди. Это же классно. Девочки, это правильно, это классно. Это классно, когда тебе улыбаются. Посмотри, какие красивые операторы у вас стоят. Они же профессионалы. Посмотри, какие красивые помощницы стоят. Они улыбаются, потому что они верят в что-то хорошее. Вот эта вера в хорошее, это то, что еще у нас не уничтожится. Насколько важно поднимать вот эти темы вообще? Вот общаться между собой на тему, которую мы с вами говорили? Ну, по сути, это необходимость ежедневная, это очень важно. Потому что если мы хотим себя окружать такими людьми, их надо плодить вокруг себя. Их надо... Забыл, красивое слово такое, когда... Объединять? Объединять, хорошо. Пускай будет и это слово очень правильно. Надо их собирать в сообщество. И надо развивать, развивать, развивать. А потом, конечно, у нас будет целая страна позитивных, нормальных людей. И вообще мир. Ну, клонировать, вот вспомнил слово, их надо клонировать, просто заряжать добротой и любовью. А как это делать? Только если у тебя есть внутри это все. Тогда ты можешь что-то сделать для другого. Тогда ты можешь спасти человека от каких-то гнетущих мыслей. Ты можешь ему просто достать деньги и сказать, возьми, мне не надо возвращать, потому что я сегодня могу тебе помочь. А человек через 10 лет вспомнит об этом, когда станет богатым, скажет, Господи, ну это же круто, человек мне помог, а как он там жив-здоров. Дай-ка я ему принесу в 100 раз больше, если он жив-здоров. Или отдам его детям, мало ли, и все, цепная реакция пойдет к доброте. Как-то так, мне кажется. У нас, кстати, проект же называется «Шесть рукопожатий». То есть теория, да, что мы знакомы с друг другом через пять рукопожатий. И если мы будем поднимать в обществе вот такие вот темы, вот они основополагающие, да, те, которые заряжают вот этим вот позитивом, добром, и тебе уже хочется делать что-то, и у себя в жизни что-то полезное. Вот. И, возможно, у вас уже появилась идея, кому бы вы могли бы передать вообще тему, о которой мы сегодня говорили. И, возможно, на следующий эфир вы бы хотели кого-то пригласить и уже быть как соведущим. Я очень хорошо подумаю над этим. Это очень ответственная история. Вот, да, чтобы, знаете, чтобы не заканчивать на себе. Не заканчивать на себе. Вот вы что-то новое узнаете, вы о чем-то новом понимаете, и вот эту вот искру, ну, хочется передать дальше. Если не передать... Я этим занимаюсь ежедневно. У меня работа связана с позитивом. Я несу доброту. Я не могу нести негатив. Я несу негатив только... Неся негатив, мы внутренне разрушаемся. Но я к этому дошел уже, когда мне было далеко за 30 лет. Просто многие хотят здесь, сейчас. Так не бывает. Для того, чтобы достигнуть чего-то гармоничного, нужно прилагать усилия. В том числе нужно клонировать вокруг себя нормально. Нужно себя окружать нормальными людьми. Если ты связался с вором, рано или поздно у тебя украдут кошелек. Понимаешь? Если ты занимаешься творчеством, то тебя будет подобно и тебе окружать. Поэтому то, к чему мы стремимся, то мы и получаем. Тут очень важно пересмотреть этот нюанс. Это очень просто. То есть не плоди, не ругайся. Тебе человека... Уходи от этого человека. Если человек гнетет тебя, уходи от этого человека. Но есть те люди, которые будут тебя заряжать на позитив. И такие... И как правило, подобный тянется к подобному. Поэтому я вольно и невольно уже этим занимаюсь много лет. Здорово. Мы приготовили вам подарок. Мне подарок? Да. Это я вам подарок должен был приготовить. Правда, от души. А мы вам. Ой, как я вам благодарен. Я вообще очень люблю подарки разные, честно скажу. Но всегда от женщин особенно не люблю принимать. Но книги – это здорово. Помните, как говорил известный классик, говорит, самый лучший подарок – это книга. Но в отсутствии денег. Спасибо большое. Это книга... Это книга «АллатРа», да. Которая нас всех... Анастасия Новых. Это ваша? Да, Анастасия Новых. Нет. Автор Анастасия Новых. Очень приятно. Это вообще энциклопедия знаний. И очень интересно будет, если вы почитаете и потом с нами обсудите вообще, какие у вас мысли, идеи по этому поводу. И последняя вот страница, там, кстати, рассказано про Созидательное общество. Как к этому можно прийти. И что действительно зависит все от каждого человека на планете Земля. Давайте, Анастасия, я скажу финальный спич свой. Ну, я обычно завершаю любые... Да, пожелания телезрителям. Я хочу сказать, что очень здорово, что у вас такая чудесная организация, которая плодит вокруг себя хорошо и доброту. Это очень важно. Очень здорово, что есть последователи, которые... Я очень верю в то, что вы несете только доброе, вечное и главное – сажаете правильные зерна. И я абсолютно убежден, что человек, который дает доброту, живет дольше. Это сто процентов. Сто процентов. Вот у человека сразу обновляется аура – это как сдавать кровь в благое дело, так и нести любовь и доброту. В любом случае, то, что вы делаете, это не агрессивное, это созидательное в хорошем смысле слова. Поэтому процветание всем вам, всем вам здоровья, чтобы все вирусы ушли с Украины и чтобы мы гордились нашей землей и когда-нибудь где-нибудь в приятном месте, где мы будем пить чай или кофе, будем говорить, а ведь мы были зачинателями этой доброты, этого зерна доброты, благодаря вот вашей АЛЛАТРА, например. Сергей, наши передачи смотрят не только в Украине, смотрят во всем мире, поэтому пожелания, пожелания вот сюда, пожелания для вот всех жителей мира. Дорогие мирские жители, люди доброй воли, люди, которые заряжены на доброту, пожалуйста, пусть нас становится больше. Рождайте таких же, как вы, делайте эту жизнь лучше. Поверьте, если мы на этой земле для чего-то, самое главное – понимать для чего, но точно зная, мы здесь не для войн, не для разрушений, мы для того, чтобы оставить после себя вот этот важный жизненный след. И каким он будет, насколько его хватит, зависит только от нас. Поэтому всем нам любви, здоровья, красивых будущих детей, настоящих, чтобы семьи ваши были крепки, сильны, и пускай тот, кто сверху наблюдает с нами, дает нам возможность быть еще лучше, чем мы есть. Спасибо большое. И вам спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok